Как только началась репетиция, над аэродромом Кряж спустились тучи и полил довольно сильный дождь. Но кажется, это вовсе не мешает репетиции. Солдаты готовы к любым погодным условиям. Подготовку к параду начали за месяц. Сегодня первая открытая репетиция, на которую пустили журналистов. Пока все происходит на аэродроме Кряж в Куйбышевском районе, подальше от любопытных глаз. Поздравляю вас с первой годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Еще есть время, чтобы отточить строевой шаг и запомнить порядок прохождения по плацу. Впервые в истории Самарского парада на площадь Куйбышева выйдет женская колонна. Их выбирали из разных подразделений. Здесь и медики, и связистки, и даже повара. Выбранные самые лучшие отличники по физической подготовке, по специальной подготовке. Поэтому стараемся и надеемся порадовать ветеранов, жителей Самары. Репетируем мы каждый день, включая субботу. Поэтому будем стараться и дальше. На плаце выходят колонны военной техники. В первых рядах – танки. Эта 45-тонная боевая машина запросто форсирует болото и горную местность. Танк Т-72Б может много. Городские улицы для танка Т-72 – роскошь. Он продолевает их просто, ну, в легкую. Чтобы мощные гусеницы не повредили дороги, танк обувают специальные асфальтоходные башмаки. Искандеры, гаубицы, БТР и другую военную технику любой желающий сможет рассмотреть поближе на параде 9 мая. Зрителей на площади ожидается больше 26 тысяч. Но перед этим военных ждут еще десятки репетиций, каждый из которых приближает их к премьере. Торжественностью момента проникаются все – и даже местный сторож аэродрома. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События.